Ну что ж, небольшой перерыв мы себе устроили, но коллективы уже начали вторую стадию банов. Продолжаем мы с вами следить за Аматер серии 19 сезона Старладера. Играют на этот раз коллективы Deadly Five, они же Мурм. Ну и за Дайр будет играть коллектив Invincible Core. И как тебе наше начало пиков? Ну, здесь уже совсем другое начало, нет ни Найт Сталкера, ни Батрайдера, но все же все равно интересно. Ну, у нас как бы коллективы поменялись, должна была и стилистика игры измениться все-таки, ты так не думаешь? А вот как ты думаешь, изменится ли время игр? Ой, не знаю, хотя герои очень боевые, тут если как-то затягивает, то непонятно как играть вармить. Ну, опять же, это только начало. Прошлое противостояние по очень срочное Best of 3, по 50 минут каждая игра, и до этого тоже. Это было, конечно, очень круто, но теперь нужно как-то ускориться, потому как ночь на дворе. И хочется, наверное, обоим коллективом закончить пораньше. Да и я думаю, что тебе тоже очень хотелось бы, наконец, пойти отдохнуть. Конечно. Кто бы спорил. Ой, посмотреть на качественную дотку тоже не мешало бы. Это всегда только за. Ну и что, вторая стадия банов также прошла. Давайте посмотрим, кто же сюда у нас отправился. Шейкеры, шейкеры, господи, он не мерещится везде, но тем не менее в банах он тоже имеется. Бристалбэк, Блотсикер, Суэн Шейкера и... Ушли из игры от коллектива Invincible Core. Хускар Варлок, Дровка и Дос Профит от Deadly 5. Интересные персонажи, половина из них сплитпушеры, вторые завязаны на тимфайт. Ну и посмотрим, что же они в таком случае планируют добирать. Потому как персонажи уже многообещающие. Под Оракл можно набрать кучу всяких персонажей. Один из них главное, чтобы пытался переживать. Вот, кстати, со словарком, Оракл реально работает очень круто. Кого бы тут еще можно Корраклу придумать? Ускар в бане. Из таких самых заядлых комбинаций. С Джаггером, кстати, интересно смотрится. Кого-нибудь еще помнишь? Не помнишь, ясно. Так, ну, тут в целом, вот Сент-Кинг с Кентавром как-то смотрится странно. Потому что Кентавр ускоряет, дает защиту от демеджа, достаточно неплохую. Но вот Сент-Кинг под все это смотрится как-то тусклым. Ну, а как же просто два великолепных стана, хорошее УЕ, там же еще и Дезераптор имеется. Я думаю, вместо Сент-Кинга можно взять другого героя. Но он уже тут. Но он уже тут. Так что, так, никуда мы не денемся. Пик все равно великолепный. У Invisible Core? Такой. Оттенки синего. Сейчас бы еще аппарата добрать и какого-нибудь передбрейкера. Это было бы прикольно, но нет. Лучше не надо. Давайте что-то чуть более стабильное, чуть более жесткое. И драться 5 на 5, постоянно завязывать какие-то потасовки. И желательно закончить побыстрее. Но все равно это будет интересно. Кентавер и Сент-Кинг обещают нам экшен на начальной стадии. Еще и Лина. Ну, вообще класс. Сейчас еще хорошего Кэри взять? А, интимага. А, ну тебя с твоим интимагом. Кстати, спиритбрейкер. Вот, уже интереснее. А кто будет фармить? Так, ну, я думаю, найдется, кто будет фармить. Брейс Кинг, АМ, Дикое Противостояние. Опять? Снова. Зачем? Не надо. Пожалуйста. Ну как, часик-другой поиграет? А там и следующая карта. А, можно еще на 180 минут мега-крипов подайфить? Почему бы и нет? Значит, Лина. Котов нужен. Помнится, веселые ребята, играли квалификации и затянули игру так, что у котла бывают 6 рапир. Бешеный конь. Антимага все-таки забанили. Может, шторм спирит? Нет, что он спирит не появится. Они действительно планируют раскинга. Ну, не зря же они ему забанили. И кто еще так уж сильно появится? Дайвершкин доходит очень хорошо под Дарксира. Но куда он пойдет? Получается, пак-хардлиния? Нет, дарксира в харду пойдет. Куда же? А парк куда? Мед, куда же еще? Аймбер спирит. Аймбер спирит. Какой аймбер спирит? Его еще нету здесь. А если будет? Мне кажется, что уже Рейскинг тут практически пикнут. Просто кто-то очень сомневается и пытается переубедить пикера. Ну, посмотрим. Говорят его или нет. Но вообще смотрится Рейскинг тут очень даже неплохо. Хотя с другой стороны, аура его никому особо не нужна. Может, Свена? А, Свена же сами и забанили. Нет, нужен какой-то будет сикер в бане. Потому что они все забанили. Причем все, что им реально заходит. Ладно, давайте думать дальше. Мозговой штурм. Мне кажется, что они сейчас просто пикнут Рейскинг и скажут. Ну, вас? А в Рейскинг-то не так и плохо будет. Ну, да, он тут неплох, но... Так, стоп. Синий пик. Нужен синий керри. Это же очевидно. Вон, Дарксир, пусть, в Рейскинг-то не так и много. Алиуи стал от на плюс 100 урона. Абадон. Да не... Возьму-то, мир Рейскинга, скорее всего. Сейчас Ван Дом Русса. Не менее плотный персонаж, это круто. Ну, в целом, фон синий, поэтому прокатывает. Ну, и в принципе, шкуру у него тоже более-менее синий. Да, конечно, ну, Дарксир, скажем, не фиолетовый, а оттенок синего. 100 оттенков синего. Ну, ладно, посмотрим, что Zedley5 себе придумают теперь в ответ. Лина будет стоять против Пака. А вот Кентавру, Сурса, Варьер будет достаточно сложно. Если Сент-Кинг, правда, туда придет, они могут вдвоем попробовать забирать того же Оракла. А может даже и Урсу. Два станут, огромный дэмэдж из Дабл Эйджа. Смотрится как отличный план. Да, и к тому же, добрать таково. Ну, Джаггер, почему бы я? Я о нем думал, но против Урсы, зачем? Ну, в принципе, тут заходит неплохо. Урсы, это, скажем так, исключение, которое придется как-то принимать во внимание и кайтить. При большом желании можно собрать диффуза и сбрасывать с него оверпауэр. Сбросить его огромное количество атак, и уже приятнее как-то драться с ним. Так что, не знаю, может зайдет, а может и не особо. В конце концов, тут есть кому ему наваливать. Хотя, опять же, один Урса против Джаггера Лины. Мне кажется, что у Додлифаев более-менее неплохо построен все-таки пик. А как же, как-то застяга, трактира, ультимейт Пака и туда же Баратрум. И чё? А где дэмэдж? Ну, а дэмэдж... А раком трусик отбереваешь? Камень по реткновению, а где дэмэдж? Барсовую ей не вливает. Под дискордами, я думаю, пак неплохо наваливает, плюс щитки. Но хотя, знаешь, если придумать спиртбрейкеру аганим... Ну, он совсем подэмэджер сам больше. Контроль все-таки. Так, а если с аганимом он становится уешным и кадетом, у него всего ничего. И все это под вакуум. Под Пака. Да, представь, идеальный вакуум. И сразу туда, мгновенно, ультбаратрум. Ну, это было бы очень красиво. О, я смотрю, кто-то уже с Аегисом. Прикольно. Ну что ж, начинается у нас третье противостояние Бестов 3 за сегодня. Посмотрим, кто на этот раз выйдет победителем. У нас сейчас встречаются коллектив Д5. И они играют за сторону Радиант. Ну и кто тут? Бл ЗС. Бальтазавр какой-то за Лину. На Кентаври поиграет Тигристен. Балазаз играет на Джиггерналт. На Дезерапторе поиграет Кэжуал. Ну и на Сент-Кинге Брайан. Ну и нигде. Зави оппонент. Инвинсибл Кор. Вейкдаун у нас будет бегать на паке. Вернее, как бегать, полетает. Крылышки штуки классные. Чиф побегает на Спирит Брейкере. Но Урсе будет пытаться изничтожать Эрогенс. На Дарк Сире сжигать своих оппонентов Весперина. Ну и Даггер поиграет у нас на Оракле. Посмотрим, что из этого всего получится. Пока что как-то Кентавра забрать на первых уровнях, я думаю, не получится. А вот Дарк Сира. Очень даже можно попробовать. С особенностью Дезераптор прокачает Глимс. Как-то подкопать, закрутить, потом Глимсануть. Может что-то из этого и получится. Неплохой, конечно, выбор Дарк Сира. Взять все-таки Манго и 3 Кварити. Старается он, похоже, фармить лес, а не напрягать линию. Потому что против Дезераптора с Джиггернаутом это сделать так-то просто. Ну, я думаю, что Эршелопа запускает все-таки по лайну. Но Манго же сейчас на Саул Ринг. В любом случае его покупать будет. Но поэтому его постоянно берут. Да-да-да. Ну что же, начинается у нас противостояние уже с крипами на этот раз. Посмотрим, каково тут линия будет стоять в миде. Потому как Спирит Брейкер уже здесь. Также Оракл. Если сейчас как-то зарядить очень серьезно в Лину. Уже 2,5 секунды привязки. Спирит Брейкер, разгон, гистан, пошла привязка. Накастовываться. 2,5 секунды привязали. И просто руками сейчас его заберут. Кому и УФБ достанется. И все-таки Паку его отставляют. Отлично сыграно. Да, весьма неплохо. А снизу Глимсонули все-таки Дарксиро закручивает его здесь. И будет ответный фраг, скорее всего. Да, сожгли его здесь. Вот чуть-чуть буквально секунду на 5 раньше. Ни ФУБ достался бы Джаггеру. Но увы. Все-таки Паку его опередил. Тем временем на верхней линии Урса вполне уверенно стоит против Кентавра. Я думаю, ему здесь помощь не потребуется. Поэтому можно или давить МИПС, или же идти давить Джаггернауту. А снизу, возможно, очередное повторение атаки. Сент-Кинг подкапывает двоих. Джаггер подходит в Блэфтфире у него... Ааа, 10 секунд откат. Понятно, чего он так не уверенно. Пошел сюда. Парадрус под щенком, это, конечно, серьезно. Да, попробуй ты его пробей. Единственное, что у него маны сейчас нет. И подкопать было бы круто, но... Сент-Кинг ушел с линии. А сверху Кентавр уже два раза стан потратил, поэтому остался без маны. Вот этот поворот. А следующая атака может оказаться для него фатальной. Есть ли это Раква? Нет. Кентавр не заберет Раква сейчас. Мне кажется, это непосильная пока задача. Да и чем? Реторном? Ну, как-то... Пичечками. Попробовать размотать. Не уж, по-моему, нажму в спид меньше. Да, действительно, на 5, но все-таки меньше. Он его не догонит. Тяжело здесь, конечно, Кентавру. Тем более он стоит против Урсы. Это один из самых сильных коин персонажей. Вообще, милишникам против него стоять крайне сложно и неприятно. Разгон в Дезраптор. Возможно, его здесь сожгут. Хотя, маны не хватает. Дарксир можно попробовать съесть манго и сжечь этого персонажа, послополученного и нет, не решили эти потанки. Манго точно не варим. Даже если ты убиваешь, в принципе, не так это и выгодно, потому что придется тащить манго. Набирать курики. Фраг, который даст тебе больше 100 золотых. Но при этом это дополнительный опыт, немного пространства для того, чтобы подфармить подкупа спиритбрейкеру. Он должен делать разгон. Отлично. Есть гримс, а на маны не хватает. Печаль трех маны. Маленький нужно было использовать, возможно, тогда хватило бы. Ну, может быть, может и не быть кентавр в лесу, но боже не добивает крипчиков и идет на базу хилиться. Ну, у него есть хотя бы опция отойти в лес, как-то пофармить, но слишком много он их и потеряет на этом, конечно. Дарксирова тампуа не проще гораздо. Он все-таки фармит щитками. Ну, ладно. Там можно кинуть условно на крипа какого-нибудь. И оттуда. И при этом крипы все равно будут получать свой дэмэдж. Ну и что же, Лина. Проблемы у нее были, конечно, на первом уровне, но теперь как-то про нее забыли и гангать совсем не хотят. Мне кажется, это упущение достаточно серьезное. Не такой уж это сильный мидер. Эскейпов нету, хп мало. Бегает, правда, быстро. Никах 1 на дезераптора. Ну, Лина сильна тем, что у нее все-таки нюки достаточно жесткие. И за счет этого она мид и выигрывает. Частою. Ну, вот от каких-то гангов она, увы, не защищена. Так, прибежал в спиртбрейкер и бежать. Сразу сейчас будет подкоп. Как же больно дарксиру. И он отсюда уже вряд ли уйдет. Даже глимс не пришлось использовать спиртбрейкер. Проблемы. Вот сейчас можно использовать глимс. Отлично. Но у него есть разгон и... А куда он побежал? Никуда. Ну, поверил, видимо, в паш. Слушай, а еще одно атаку, он может дотянуться. И... Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, сын Кингер все-таки должны добирать. Да ладно, он побежал дальше. Закрыл с собой проход туда Джиггернаут и... Все, по сути, ушли. А вот Джиггернаут, похоже, не уйдет. Подходи сара. Секунды. Да я одна. Фузы прожимает. Нужно раскручиваться. Крутиться. Можно прожать чайф ласковый себя жить будет. Отлично сыграно. Что Джиггернаутом, что Скорпом, это было очень красиво. Правда, теперь оттуда как твой тип. 10 маны надо, и телепорт откатится. Вернее, на телепорт накапает. Эх. Ну, он столько времени там теряет. Четыре, ну, талисмана. Неплохо. Очень зеркальные дут. Нулину с дискордом. Ну, в принципе, все равно сейчас не очень популярно собирать яганю. Почему бы и нет? Статуи армор дополнительный урон. Посмотрим, как это работает. Пока что у Урсы есть Файзы, но по крипам он все-таки проседает. Что меня удивляет, потому что он стоит против Кентавра, который абсолютно ничего не может сделать. Ну, почему проседает? Нормально у него вот стоят дела. 26 крипов, при том, что он постоянно Кентавр отгоняет. У него нормально все дела идет. Джиггернаут. Четвертый уровень Блэдфьюри имеется. Нужно попробовать как-то опять написать фрак, но сюда надо стянуть тогда Сент Кинга, который, увы, сейчас на топе. Ой-ой-ой. Это вот Лина расправляется с своим оппонентом. Намедленнее. Казалось бы, поднял пак инвест, но не тут-то было. И тут же разгон от Джиггернаута. Сжигать его щитком. Есть глимс. И Джиггернаут может даже выжить. Хотя рака уйдет там подхал. Съел манго. Есть Манана Хеленвард. Поживут они тут какое-то время. Дезераптор отвозит на себя внимание. Да ладно, Джиггер не заметил спиритбрекер. Серьезно разгон. Ну, добили все-таки Дезераптора. Но Джиггер вернулся с пол-хп. Хеленвард штук классная. Не игнорируйте эту способность. Да. И даже на первом уровне прокачивания она дает 16 регенерации. Ну, там вообще-то процент. Ну да, процент. Но на Джиггернаута выходит 16. Примерно. Непонятная такая микропауза какая-то. Может там микрофон упал. Мышка отошла. Да, бывает такое. Ну и что? Вурса Вориор у нас умеет уже поизбудиться, планирует дофармить свой Мордед Маск. 600 золотых у него на руках. Так что в скором времени он будет готов. Возможно, даже забирает Рошана. Но вопрос решится ли. Какая-то страшная атака планируется. Не подозревает Лина. Если сейчас она покажется на крипах, то спиритбрекер не думая в нее разгонятся. Ждут. Да, БАЗС в опасности. Что-то знает. Два скана прожимаются и видят Лина. Посвечивают, но грамотно спряталась над деревьем. Не повезло. Ну Лина тут, конечно, отлично спряталась. И только переживают эту непонятную атаку. Сколько времени здесь потратила по ним? На фраг так и не написан. Лина, конечно, тоже все это время не фармила. А вот Джиггерл, а вот и Кентавр. Крипарм в этот момент. Да, теряется очень много времени. И возможно, это скажется когда-нибудь на 20-й минуте, когда не будет какого-то артефакта на том же Джиггере. Если посмотрим на Крипстат, то под очень серьезно обыгрывают львиной. Ой, как же сейчас возможно, просто абридор Мурса убился в фейс-пал. Тем временем, ботинин, хатора, изратор погибает. Еще и Джиггернал тоже может погибнуть. Но Тарксир бегает быстро. И должен отсюда уходить. Еще спирит брейкера разгон откатился. Если башер спроб не будет вообще великолепно ставится Хиленвард, поживет тут какое-то время. Джаггер и уйдет. Нет, добивает воракул. Как же это печально. Даже не печально, обидно, наверное, Джаггеру. Столько жил, уже практически вышел и на тебя. Да, жил до конца. Умер как герой. Урса в очередной раз пришел разговаривать с кентавром, получается там, ну поэтому поплохо бы потеряли. Урса-то может удогнать? Нет, не тут-то было. Пушат. Фейсбут. Два нулика. Неужели мы просто собрали их для статов? Ну, похоже на то. Пока дискордом не пахнет. Был бы реально интересно посмотреть. Ну, в целом, не так и плохо есть кому пробахать магию. Ну, мне тоже кажется, что неплохо бы зашло, тем более, что уже все равно купил два нулика. Почему бы и нет? Тем более, что урса физухой бьет. Спирит брейкер тоже половина урона, который вносят физический. Поэтому, лично, я думаю, не было. Есть, наверное, на топе у нас как курсы и моргать масло, если мне нападение под попу, погибает урса. ТП-шти еще и пара-трун с ораком. Как бы это ни стало ошибкой. Ну, кинтал, вроде бы, мы должны сбирать лагуна и в минус 40-го. Теперь проблемы действительно будут у спирит брейкера. Разгон. Ну, убежал. Да ладно, чуть ли не убили его здесь. Ну, вроде как покажу. Диггернаут, как-то у него совсем печаль по фарму. Честно говоря, я думал, что его тут получше. В конце концов, не самая сложная линия против дезераптора. Хотя тут постоянно экшен творился. Дезераптор глимсует дарксера и просто он не слышал. Это минус, без особых проблем. Вмеди параллельно пак пытается забрать линули. Лина должна бы прожимать на себя фласку, хотя бы чуть-чуть. И по итогу разрывает просто дрим койл. Там вариантов каких-то, где была. Знаешь, если бы дрим койл успел закончиться, вот этот вот тайминг тонко бы просчитал. Лина, она имела все шансы уйти. Ну, не скажешь, 60 хп. Пичка у паков, соточка. Арбор. Арбор там 4 штуки. 27 процент. Ну да, можно ты не выжил. К тому, ну... Конечно, возможно, где-то меньше пичка прошла бы. А, это же еще тауэр армор дает. Да, может быть, и хватает них. 25 процентов. Но это... 25 урона, 100 минут 25. Нет, не сживала. Ну... Все равно, Лина, дрим койл порвала, поэтому, что об этом уже разглагольствовать. Да. Фраг все-таки есть. Разгон в джаггернауте будут опять пытаться спалить его двумя считами сюда еще и пак летит. Станг есть еще и на взрослый страйк, не успевает, правда, раскастывать его. Нужно на два раза брать разгон, чтобы хватало стана. Ну и все-таки забрались здесь джаггернаутом через дрем койл, но тем не менее. Ну, бот они, бот он, дискорд. Именно колоссальный летает. Блин и тысяча на руках. Будет она в дискорд, брат, или все-таки пойдет во что-то другое. Кажется, это остается загадкой. Ну, знаешь, мне все равно не верится, что это будет дискорд. Отлично, Диндраптор заданная тайм, разгон в сканкинга. Добрый день, еще и даст используется. Санкинг должен здесь умирать, а ума нет вообще. Печали. Поход какой-то в деревья, возможно. Сгореться от Сандер Страйка. Ну да. Как бы там вариантов немного получалось. Урса, как-то вот не понравилось ему стоять на верхней линии. Забрал по этому аегис и пошел гулять по карте. Ему нужен блин даггер. Уже 13 минута, а урсы всего лишь 4000 нетворс, автория, как у Пака, уже практически 6. Слушай, у нас интересно, как он решил пойти, сразу уплыгнул. Никаких даггеров, никаких худов, вангардов. Учинь чего? Неплохо. Вопрос, простят ли ему это? Я думаю, что нет, потому что демоджа слишком много. Урса просто под ультимэтом его попробуют сгрызть, и я думаю, что это у него получится. Ой, бедность перед брейкер. Чипит центр, хотя разгон, неужели выживет? Да ладно. Радиент Метал Тауэр, просто взял и побежал. Не-е-е. Не хватило чуть-чуть маны линии на ультимейт. А может, надо было с него начинать вместо первого сплава. Ну, я думаю, что больше урона бы влетело и его все-таки добили. Ну, ладно. В итоге, спирит брейкер в очередной раз показал себя хладнокровным убийцей. Взял и выжил. Ну, и будет нас радовать еще какими-то моментами. Нет, все-таки кентавры купит тебе брейк даггер. Ну, вот это уже неплохо. Ну, и заход на верхнюю линию. Ну, судя по всему, дефт его никто не будет. Как-то слишком дешево продают тебе, не кажется. Уже подпушили какой-то лайн. Ну, тут же не из-за пусты. Да, я вам не так и плохо все-таки забирается лес. И преимущество накапливается. Может быть, хотя если посмотреть, где кентавр оформит, то он может быть. Джайгера, в конце концов, он крипами не отделяет. Ну, а вот врагов так вот немножко подрезать лесок. Очень даже, кстати... Дарксир в домеке еще достаточно долго. Есть у него рецепт на баклер практически. Ну, и после этого... Вот он накапал. Остается 900 золотых на... Собственно, рецепт. Ну, и после этого можно какие-то тимпайты навязывать. Кстати, ты себе представь, как можно урсу сейвить. Мека. Будут флеймс от... Оракла. И все это под ультимейт, пока он там где-то танкует. А если он еще ультуражен... Хотя, кстати, вопрос. Работает ли ульта Оракла и ультимейтурсы одновременно? Потому что парикол с рефракшеном и с ультимейтом вивера, то есть, ну, такими вот слотами, он очень плохо сочетается. Допустим, даже вопрос в том, урон наносится после ульты Оракла или во время ульты? Не понял. Ну, смотри, урон может наноситься во время ульты, но не показываться. Слишком сложно, я тебя все равно не понял. А ульта Оракла, по сути, оставляет твое хп на месте, пока ульта не закончится. А весь дамаж, который в тебя входит, он просто суммируется и потом тебе единоразово просто в лицо прилетает. Ну, тогда... Ну, должно стакаться в любом случае. Вот это не факт. Вот рефракшн темпларки не работает вместе с ультой Оракла. То есть, по идее, там 6 инстансов можно заблокировать, прежде чем дамаж начнет срабатывать. Но при этом... То она просто умирает. Ну, черт уже знает. Носкости механики, но, по идее, ульта Оракла учитывает резист. Как меньше. Учитывают. Вот. А ультимейтурсы это тот же самый резист. Это немножко другое. Ну да, снижение урона. Так, сноподеньем Оракла. Погибает он здесь еще и глимцует... Холодно. Как ультурпака с таким сторону. Он ушел в шифт, но не кинул Илью Зинор. И из-за этого он погибает. Может, надеялся на то, что даггером как-то выпрыгнет. Но что-то не получилось. Даггером уйти точно не вариант. А вот... К чему? А там в развороте или, как минимум, там сразу дэмэдж идет? Ну, сразу дэмэдж не сразу идет. И нужно действительно в грамотном направлении ипаку просто прыгать. Сейчас, по-моему, правда, стало это чуть сложнее, чем раньше. Но вроде как все еще возможно. Вот с ультимейтурмом. Иллюзия нормам, точнее. Достаточно просто это сделать. Ну, естественно. Ставится пауза и кентаврунусь в опасности. Киурса прям... Жаждет. Киурса вообще говорит, Чувак, я тебя сейчас на котлеты порежу. Это новый мемас, наверное. Да вообще... А кавказцы же конину лопают. Я теперь знаю, откуда прибежал к нам Руса. Ну что, разгон, стадом он отбросился. Сюда прилетает Сент-Кинг, я с подкоп. И... Все, Незер Страйк, Сент-Кинг, по-моему, отъехал. Клэп, минус. Как же вовремя прокнул Машу. Там, если бы сейчас он успел уйти в инвиз, то фрагмы не досчитались. И, я думаю, возможно, заберут Т2 Тавр. В принципе, это достаточно приятное дополнение к убийству Сент-Кинга. Ну да, вряд ли будут тут дефать, тем более, что Джаггернол сейчас снизу. И Блэк Фьюри еще потратил. Ну, он точно прилетать не будет. Это минус Тавр. Хотя, сюда приходит Лина, неподалеку бегает. Дизер Аптор, Дисер Сент-Кинг подходит. Станут Кентавру, но уроновато как-то. Листа. Стампит. Дрим Койл отличный от пака, просто по четверым. Врывается урса, живет. И... Что-то пошло, я же не так. Лина уже второго забрала, забирает еще и урсу. Минус три, что-то как-то перенаглели здесь. И мисс Палтор. Чайпака подцепили, можно попробовать не отпустить. Дрим Койл он, естественно, тратил, поэтому он уже рекордит улетает. Это бутстоун для Лины. Неплохо. Плюс первая строчка по надпорсин. Ну вот он трипл килл. Да, круто тут получилось для нее. Сколько она тут заработала? 692 ладых. Я думал, что даже чуть больше будет. Как-то... Ну, в целом и так неплохо. Хотя на такой минуте. Это всегда приятно. И появляется Мидас у Баратрума. Может быть, сейчас как-то будут планировать захотеть. На очередного Рошана, Инкор. Потому, как до него осталось всего ничего времени. 10 секунд и он появится. Надо главное прочекать сейчас. И снять вард. Чтобы не спалиться на нем. Урса, кстати, готов сражаться. Там 600 золотых у него на руках. И планирует себе Блокенбарк, кстати. Интересно, увижу я по нем сегодня. Изолятор. Все, он очень даже забавно заходит сейчас. Вполне, вполне. Есть такая возможность. Но пока Урса идет забирать Рошана. Ну и правильно, правда, по вардам. Скорее всего, видели все это дело. Тем более, что там еще Суркал тусуются. Должны понимать, что там Урса. Неужели не пойдут доходить? Нет. А вот что делать? Ну зайдешь ты на Рошана. А дальше что там Таракси, там ПАК. Ну да, Рошан уже умер. Сыр Урсин. Или он кому-нибудь его подарит. Подари ты ПЛАКУ. Пусть бабочка тоже чувствует себя бессмертной. Нет. Будет лицар сам жить. Пока зацепят, то ему никакой сыр не поможет. Ну, хуже. Для этого же самым огромное количество. Ну и зажимаются немного Д5. Что-то вот боялся они пока Урсы есть, а Егис боялся его наглости. И в таком случае Юнкор могут сейчас посидеть в лесу, попользоваться вот этой вот заминкой оппонента. Хочу, Сунтки Юнк, куда-то идёт. Оракл спалил его. Не, пошёл на дагере. Эх, что-то вот опять все зажались. И продолжают формить, а мы не хотим драку. Дайте драку. Надо, знаешь, взять ложку и стучать по столе. Драку. Проблажали, услышат они нас. Хлеба изделичь? Хм? Хлеба изделичь? Это вообще. Что-то 22 минута, 24 фрага. Как-то не сказать, что сильно много. Обычно по 2 фрага в минуту в среднем в этом патче. Дот отстаём немного. Итак. Оракл, наглый телепорт. Климс подарксирует до свидания из драки. Оракл получает сразу стан минус оркл. Даже без вопросов. Подкоп под паку. Дримкоил это классно, но... Сейчас все просто уйдут. Что-то было это совсем неправильно. Пошел с тампит, подкопали урсу урсу. Урсу проблемы с еще один стан минус урса. Это первая жизнь, но тем не менее. Потратили тут эпицентр. Спиритбрейкер разогнался. Ой, он не слышит. Это больно. Ну, по итогу еще минус спиритбрейкер и аегис. Что-то как все совсем плохо для инкор пошло сейчас. Вот не удалось урсу захватить для им преимущества и что-то вот начало плыть эта стратегия. Все-таки Лина скоро будет в судо-бой и начнет делать соло-фраги. Ну, оракл пак будут страдать, вот остальные сомневаюсь, что они будут забирать. Ну, что я, кстати, еще можно такое интересное прикупить. Ну, ведь часто берут драгонлендс, но сейчас хотелось бы увидеть, наверное, что-то на дэмош такое интересное. Хотя, что? Можно шиву, в принципе, сделать, чтобы от Усу защищаться. Тейдаус? Тейдаус всем? Всем. А давай придумаем какой-нибудь забавный билд дезраптор, просто чтобы он бегал и наваливал. Ну, давай. Что-то такое, дезолятор, баторн, бкб, рапира и трабоварм. В хп мало, тогда надо сказать, куда-то воткнуть. Или сатаник стать, если рапируй использовать. Ну, как-то такое. Возможно. Ну, вот он будет бегать 2000 хп, курсово условно прыгнул. А цепа армора тоже продлил. Блин, ты посмотри, 11 уровень 3 арморовый дезраптор. Голд и свит. Кечаль. Нужна кераса? Ну, ладно. Шутки шутками, но действительно с армором у него беда и надо бы обзавестись к консекторам. Чего? Поблема с армором не беда. Купи догон. Тебе, она. Ой, туда. Как же без этого? Так. Все ударились опять в фарм. Ну, ну, что ж ты будешь делать? Почему? Почему все же так хорошо начиналось? Потому что... Аргумент. Причем весомый аргумент. Пак явно хочет добраться до 25 уровня, чтобы просто открыть счет в банке и забыть про свои беды. Серьезно. Серьезно, 15 лет. Что-то ничего не делал. Чем не дозвзял, чтобы это ускорить. Не, ну, что вообще интересно еще появилось. Тут-то... Да, ничего интересного. Недавно заметил... Пакник с никнеймом Please Use Your Brain и Санкин с никнеймом Brain. Интересно. Совпадение? Не, ну, Брайан все-таки... Бриан... Ну, не важно. Не важно. Ну да. Мы там буковку переставим. Да, это все для конспирации, на самом деле. Возможно, здесь играет засланный камер. Это зачет. Что-то как-то неправильно он заслан в таком случае. Иииии... Неужели забайся тут на Джаггера? Нет, просто они забрали тавр. Нужно отойти сейчас. Главное не рисковать. Разгон. А далековато отменяется. Он правильно делает. Потому что действительно мог отъехать там один. Ну и Урсан. Что ж ты будешь сейчас делать? Даггер есть. Сыр есть. А драки нет. А это не очень приятно. Знаешь, уже хочется взять, просто перемотать эту игру минут на 15. Посмотреть, как уже там все сражаться будут. Просто до последней капли крови. Байбеки пойдут. И там где-то должен будет быть финал. Хиксы и демонтастрайвом. Супер эпицентр. Рефрешер. Еще эпицентр. Да, да. Это уже будет жестко. Ну, знаешь, уже тогда можно Сенткингу придумать какой-нибудь абисселый хекс. Прикидываешь? Брус страйком подкопал. Потом ударил абисселом в кого-нибудь. Подкопал. Ладно, еще один подкоп может не откатиться. Но потом дать хекс. Еще раз подкопать. И рефреш. Такие комбо бомбы устраивать. Держать какого-нибудь сурсу секунд 15 встань. Это вообще жесть какая-то. Ну и что же. Продолжаются у нас попытки Лины найти здесь себе какую-нибудь цель для атаки. Но, увы, никого она найти не смогла. Хотя, сейчас возможно увидите перед Брейкера и... Нет, разминулись здесь. Хотя, должна быть инфосвар, да? Да, 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 видно. Эх, ну там Лотар закончился. Пять секунд, четыре, три, две, одна. Побежала. Ничьи фейзы прожала. Сейчас главное попасть станом. И стан есть, лагуна минус. О, нашла. Кто еще тут всегда находит. Ну и смог. На этот раз уже урсу видели. Ну, увы, подцепите получилось, что смоки спадают с джаггера, прожимает фузы, подкопа урсия. И пауза. Да. Заключивая урси, похоже. Потому что он стал как-то очень странно. Ну, в принципе, если сейчас static storm не использует дезераптор, он успеет прожать ульту. Так что, наверное, стоит не жалеть ультимейт, поставить кинотик филд и разбираться тут без особых проблем. Хотя, опять же, там сыр есть. Кушай может и переживет. Ну, под араком есть все шансы. Но уракул далеко. Там сейчас у меня слэш пойдет, хотя блин клипов много. Может и просто руками собирать будут. Эх, как-то много всего сейчас должно произойти. Иииииииииииииии... Кстати, к сторон прожимать с кинотик филд, все как, полагать, не потянулся ураку. Недооценирую я ка страничевую тиммейтер. Надо бы сюда еще автомеху подойти и использовать. Иииииииии, все фухуcar бы. А фееер, конечно. т.н. ну и минус по сути даггер ну ладно еще один удар и добегает сутки джаггер и ум не слышу как-то больно что-то как-то слишком просто пытаются конечно доброй тут сенткинга хотя задача это не из простых у него через семь секунд будет хоть все вот с разгоном очень даже алина тем временем забрал это 2 просто великолепно сыграно что по итогу вроде как и немного в минус ушли здесь до 5 но тем не менее тавр немного изменил ситуацию в общем и целом они даже в плюс ушли не буду так как-то продолжать пиков из постоянно сражаться 4 на 5 в таком случае у них огромные шансы к тому чтобы эту карту свою копилку забрать без raptor вот это интересная затея купить даггер и джаггера купил уже два даггера есть тоже 3 за raptor у 4 тима даггера ну что это прикольная идея прыгнуть так вот в четвером в кого-то 1 убить быстро и бежать даггер ребор вообще ли на пытается забрать на зарблазт гоняется они только пытаются но и забирают все-таки не отдала себя противнику поэтому много всего потратим и при этом ничего на этом не заработали так что не сказать чтоб сильно удачно вышло на лил это уже практически резнулась и готова будет принимать драку да вот столом отличный артефакт даже небольшим количеством заряд знаешь если так подумать сейчас этой линии bloodstone берется чуть-чуть конечно ради хп откат тоже штука приятная но вот наверное основное что позволяет этот артефакт это держать постоянно стаки на себе даже четыре заряда это хватит на это достаточно важно для ли очень быстро бегает под этим делом и бьет ты посмотри 9 заряда в 20 на региона тут уж и великолепно не совсем 20 потому что там 200 процентов к регенерации 31 на на региона у нее в данный момент это в данный момент а сам будсто он дает меньше мужчина и заряда именно заряда конечно 9 ман региона все остальное то что точно бонусом по региона артефакт ты в принципе ее базовый интеллект также в этом деле помогает и что теперь есть аегис джиггернал то он не особо боится теперь смерти такой бесстрашный рыцарь вернее смурай и все после опять фармить да что ж ты будешь делать народ пожалуйста породится на сексуну хотя бы раз в несколько минут но раз пять минут action есть конечно хорошо намирает этот в action до печалька дата игра про фарм как завещал когда-то хвост помнишь сначала ты парнишь и по потом фармишь героя а потом ты и фармишь наш титро только там еще пару циклов было оформление крипов и форме не героев но в целом на фарм фарм покажись игра уже у тебя в руках поэтому забрали добрый сдачная стенка стяжка туда еще залетает баг все как-то не очень становится сразу знаешь на стенке будет раздавать только джиггернаут и сказать на урсе как ты думаешь да ну чтобы сплэш был я тут уж очень тяжелый у тебя там под рукой лежит серьезно при такой фарси ты чего за и начинать под бэпом раздавать словак это конечно забавно зачем зачем нашли саду еще как-то огонь по гироков поэтому затем просто забудь это это было что-то из разряда невероятного нет я буду это вспоминать очень часто у нас уже тут третья игра после этого идет а ты все прогоним на гирокоптере но зачем чтобы фрезы а может он думал что у него ультимейт будет через всю карту летать кто не застрял где-то полгода назад в таком случае вот тогда гоним был хорош но его не так часто брали не он был бесполезен только если ты играешь саппортом и бегаешь где-то фармишь только ультой помогаешь своему коллективу не достигаешь кстати и давай шульту и просто пушишь линию любую на карту к смысл то 4000 ради этого тратишь можешь купить тут же мкб практически готовы добавят себе урон и в драке ты будешь чувствовать себя куда увереннее фармить быстрее но все-таки крипов на линии ты отпушивать не смог поэтому смысле он пришел на линию ведет драка на нижней линии а у тебя падает ты должен драться ты просто отпушиваешь представь себе не уходя с замесом тогда ты должен колдаун в драку давать что-то не сходится в твою лодку по парню ну тогда ты сливаешь драку пара наши все ок ворвался меня просто разумеал подхилен вардом это так себе работает зацепили арку руку отъезжает очень грамотно подцепили еще и урсу сапока потерял поджимает у тима чтобы уйти по ходу это не на страна спирит брейкер ворвался вынужден просто убегать отсюда при этом еще бкб поражал тиму этот кентавр у нас на пиде все просто побежали как угорелые забрали драк сиро и бэк это минус сторона и слушай если так еще разок повторится по этому сыгра подцепили двоих вам не слышно парксин как-то совсем плохо еще кентавром ушли ушел сейчас неплохо пару фрагов написал на его все-таки забрали джей джеггер только я диск потерял они слишком немного всего слишком много мне кажется и куда отсюда уже не отпустят дайр потом хелен варте есть бежать за ними смысла нету лежать нет то вот я про игру говорю что уже рейтинг выиграли да мне тоже кажется что до 5 сейчас должны просто отойти перегруппироваться и получить смыть опять просто найти потом закончить на неприятно получилось 4000 на руках у джиггернаута есть возможность подрезать шрайны купаются гиперстон это будет у нее нет интересненько ну слушай у него так спит очень высокий получается ну и сам кинг также огоним себя планирует джорнир кстати хорошая факт на джиггернаута он дает дпс на уровне с бабочкой именно в ультимейте так там то на то так спида получается даже чуть побольше ну это именно мою штром и бабочка вот мир не ровно конечно больше гораздо смысл ну мою штром дает столько же дпс а сколько и бабочки на джиггернаут именно пульте не не это именно показывал один известный стример приучки дает дополнительно так спит причем огромный за счет чего джаггер может выйти в то что он будет делать больше атак молния конечно это приятно но они могут и не попробовать достаточное количество раз среднем получается что дпс примерно равный пример это бабочка за счет лесов конечно куда эффективнее но все же да и да машина дает серьезные конце концов криты повышаются да иллюзии кстати от этих короток критов больше радуются конце концов он сманта играет попытка была подцепить dark сиро тут разгон спиртбрекер может стоит его отменить спиртбрекер а ты куда получают стан курса врывается прожимает ультимейт проблема на стопеде все разбежались от него и теперь под боком он просто начинает страдать джаггер зарезал тут дала горы кладину пролетая по-моему не слабо не смешаетесь в дороге и пак тоже можно спать будет по нему даме на выставку нет сайлент и в лифу обрывается у солнечной дезрапор тут же разорачивается на линии получать станд и отправляются в наверх все приехали а сегодня с байбек есть можно можно теперь отойти разгон в линии отмена отмена операции ну поэтому все ушли по моему инкоры сейчас будут в очень неприятной ситуации дисконект не сказал что они сейчас хорошей ситуации 12000 отстают по золоту при этом нету стороны какого-то персонажа который бы постоянно отпушил эту линию дарксир может читами да и пак хорошим прокастом в принципе должен выкашивать крипов он кстати умеешь на шторм купил готов дефать мега крипов они уже знаешь готовятся к этому забавно но посмотрим может быть мега крипу еще и не смогут подойти к ним ближайшие 10 минут честно говоря остановиться тваджи герлота пока что слишком сложно да слишком сильно открывается по над ворсом лина тоже не составляет себя ждать уже покупать себе кристаллист и возможно это будет доедал может но честно говоря я вот и не верю мы были лины с дейдаусами причем весьма успешные это понятно но тут оркет очень круто может зайти а это сильно поднимет дпс общей команды да и представь себе джаггер который будет под блат торм рубить это это не честно уже 4 если так то да может тогда есть смысл задуматься чем-то другом вот и представь себе лину которая реально купит блат торм и хекс это шли на мечты просто и подконтролить и дамагом сама не обделена не помогает же гернал туда может если еще пока подловит на оркет вообще красоте нюшка вот паку нужен догон без шуток потому что дэмиджа явно не хватает не хватает тоже ли он поправишь просто за рассказ за счет одного догона у него бкб есть и как бы 2000 вот это бкб если под баратрумом то она просто не успеет прожать смысле перед брейк ручью добежать надо просто он бежит ли на такая да ну тебя я лучше на всякий случай нажму бкб да и она уже сколько раз показывал что спирит брейкер до нее не может добежать принципе потому что она на развороте стану выдает так что не знаю не знаю длина очень даже неплохо себя игре чувствуют даже несмотря на то что перед брейкер постоянно в нее разгоняется что у нас там чипа графиком такой верес небольшой графики еще могут подрасти вспомнить ли погорики берест кто его знает нужно еще организовать конечно марианскую впадину ну честно говоря сложно будет в этой ситуации это сделать но все возможно использовать кучу хексов абиссалов и почему бы и нет он тому же паку хекс под контроль и джаггер и под контролем длину спирит брейкеру кстати чтобы тебе интересно так вот да тоже хекс почему бы и нет нам почему-то планировать акции да почему бы и нет реально при совсем пять хексов всю тему сразу так вот бей не хочу то прям бойня какая-то свиноферма ну что это конечно план капкан но слишком дорогой это артефакт тот же оракл себе явно его позволить не сможет нам дарксиру кстати можно было бы задуматься ну и затягивается у нас пауза как-то первая игра даже несмотря на то что так поздно стартанули да и игра еще не самая короткая ну и чтож продолжаем и наблюдать за тем что тут произойдет но честно говоря в ближайшие пару минут произойдет фарм боюсь что эти пару минут могут еще и затянуться может давай посмотрим на только джаггер вот в этом веселом виде сносит крипов высота интересно вообще этот вид хоть кому-нибудь нужен в доте вся для тех кто снимает музыки может быть что красиво что я даже когда-то в кастом как пробовал этот вид тестить неудобно вот вообще неудобно и вот он как не поставь у тебя во-первых пропадают hills бары во-вторых не целится вообще нереально игра вот уже о том что герой куда-то за текстуру отойдет и все ломается твоя кликабельность интересно вообще кто-то непонятно куда бежит кентавр впереди планеты всей говорит я всех порву ну ладно а у кентавра все хорошо есть огонь и торпец не хватает только кира ты не кира цена тараски это уже какая шестая карта уже начинает мозг по тиху плавится у нас еще как минимум одна впереди это мы и сколько уже будем стримить 6 карта идет подряд часов а подряд часов ну идет 8 час стрима вот так вот отлично просто великолепно дважды кентавр может сейчас подстрять и да куда же ты прыгаешь бедолага просто в 10 рук не выпустили даже и стану это ошибка ну ладно сделали из него шашлык может быть перекусит и немножко подкрепившись пойдут у нас и балкор переворачивать эту карту карты начались 1900 на параллельном стриме если я не ошибаюсь по москве нам уже все нет там похоже первая карта последнего по 103 противостояния закончится показал смысле опять какие-то приколы это просто очень долгая карта но я уже думал что как вчера у мира клафта проблемы будут кого-то дроп но и не переподключиться не смогут опять будет перенос статьи ним но все это видят команда рейден разобрать они туда опоздали джаггер ворвался почему-то начал раскручиваться место чтобы бить но забирают все-таки здесь дараксира баратрум да ладно в соло возможно размотает здесь ли ну нет лишь когда мы там таки да он помешанных девушек погибает здесь джаггер режу щипак еще один удар подкоп не все очень плохо не получилось даже с учетом того что это был рошан наверное даже он сыграл мне на руку и нэнс и балкор ну что ж 1 карта здесь не что чуть больше бы драк было бы совсем великолепно но пока что мы уходим на небольшой перерыв поздравляем естественно коллектив d5 первая карта ушла им не осталось выиграть всего одну они будут в полуфинале